Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 10, стихи с 35 до конца главы и глава 11, первые семь стихов. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Веру Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы вновь с вами обращаем свой взор на послание святого апостола Павла к евреям. И в сегодняшнем отрывке апостол Павел утешает евреев, судя по всему. И исходя из других отрывков данного послания, мы можем сделать вывод, что изначально, восприняв благую весть и возгорев, воспламенев духом, мы из своей жизни часто знаем, что мы воспламеняемся верой, верим в церковь православную и начинаем активно воцерковляться, а потом как-то этот угасает наш пыл, и мы становимся теплохладными. Наша вера ослабевает, мы сходим реже в храм, мы больше потворствуем своим страстям и грехам и так далее. Происходит процесс так называемый современный, это, к сожалению, факт, происходит процесс расцерковления тех людей, которые раньше, придя в церковь, что-то в ней находили, сейчас они разочаровываются в ней и уходят из церкви. Этому масса причин, но одна из причин, она прежде всего духовная причина, духовного расслабления человеческого. Плюс может быть такое, что человек искал чего-то в церкви, чего-то своего, и находя какие-то примеры этого в церкви, он стремился туда, но потом, скажем так, перерастя эти моменты, он не находит для себя ничего нового, разочаровывается и уходит. Разочаровывается именно в своих стереотипах о церкви, не пытаясь понять, что же есть она на самом деле такое. Один из примеров. Но масса и других печальных примеров. Но будем надеяться, что наша вера будет крепка, мы будем в ней стоять, утверждаться и не бояться духовных кризисов, потому что кризис – это всегда период нашего возрастания. Вопрос только таков, как мы подойдем к этому кризису. И вот как раз-таки данный отрывок, он о таком кризисе, о кризисе веры у адресата данного послания. Так вот, апостол Павел поддерживает их. Он в одном из отрывков говорит, что раньше вы… Я давал вам молоко, но прошло уже столько времени, что вам уже нужно становиться учителями. А вы не можете им встать, потому что вам почему-то вновь я должен все заново объяснять. О крещении, о вере, о спасении. То есть вы опять скатились на такой первоначальный уровень, хотя по времени пребывания в церкви уже должны быть сами учителями. Это было связано с различными искушениями, внешними, внутренними. И вот апостол Павел подбадривает адресат данного послания, евреев, как будем считать, что к ним это послание. Соответственно, говорит о том, что не оставляйте упования ваше, не оставляйте надежды, укрепитесь в ней, которому предстоит великое воздаяние. За надежду великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Чтобы стяжать эту благодать Святого Духа, чтобы приступить к этому пути обожения, нужно трудиться, работать над собой и не бояться периодов, когда у нас будет какое-то охладение чувств. Мы не будем чувствовать каких-то восторгов, которые чувствовали раньше в церкви. Но это путь. Это путь, который мы должны пройти, возрастая Духом. Помните Силуана Афонского, да? Который говорит, держи ум твоего, Адя, и не отчаивайся. Который тоже переживал годы богоотставленности. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и неумерен. То есть мы видим здесь веру первого века христиан, о том, что Христос быстро придет, то есть он скоро придет, поэтому нужно дождаться, нужно терпеть, и тогда будет воздаяние. Праведной верой жив будет. Здесь уже апостол Павел свой привычный тезис нам дает. «Если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибли, но стоим в вере к спасению души». То есть здесь апостол подбадривает, напоминая, что мы спасаемся верой, доверием Богу, и должны стоять в этой вере, укрепляя себя надеждой на грядущее воздаяние, на грядущего спасителя, на второе его пришествие. Поэтому наша задача стоять в вере, в исповедание веры, укрепляться в ней, не боясь искушений, скорбей и трудностей. Вот что важно. И далее в главе 11 апостол рассуждает, а что же есть такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней сверетельствованы древние. Вот этот первый стих. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы уверены в невидимом мире, уверены как в видимых вещах. Опять же таки, элемент веры здесь необходим. Мы не можем сказать, что мы знаем, как это знаем этот мир, психологическую нашу реальность. Мы не можем пощупать этот будущий мир, но мы в нем уверены. Уверены в Боге, который нам его дарует. Верены через другие источники. Через ту благодать, которую мы даже не можем осязать ни слухом, ни обонянием, но внутренне в сердце своим мы чувствуем этот мир, разливающийся в наше сердце. Эту сладость церковную, как говорят нам богослужебные тексты. Соответственно, мы уверены в невидимом мире. В этом мире ангельском, мире небесного царства. И мы верим в осуществление ожидаемого. Мы ожидаем спасения и то, что оно осуществится. То есть мы доверяем Богу. Вера как акт доверия словам Божьим. Что содержит церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Что именно вера и исповедание Христа как Бога мы спасаемся и получаем доступ к внутритроическому общению через причастие святых христовых тайн. И далее приведены примеры такой веры. В ней засвидетельствованы древние. И здесь перечисляется, как те, ожидая будущего невидимого, приходили к лучшему в их земной жизни. Веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое, сотворение мира. Авель принес Богу жертву лучшую верой. Именно Авель верил, что принеся жертву Богу лучшую, он угодит ему, нежели Каин. Ею получилось свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Веру Енох принесен был так, что не видел смерти. Без веры угодить Богу невозможно. Тоже важный тезис. Ибо мы спасаемся верою, говорит апостол Павел. И без веры угодить Богу невозможно. Тоже важный тезис. Можно быть добродетельным, творить заповеди, но без веры это не будет угодно Богу. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стремиться к вере и через веру угождать Богу твоя добрые дела. Вера без дел мертва. Мертва вера тоже не угодна Богу. Но дела без веры Богу тоже не угодно. Поэтому в комплексе вера и дела. Будем молиться, дорогие братья и сестры, чтобы Господь благословил наши дела, укрепил нас в добродетелях. И будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решение небес. Субтитры создавал DimaTorzok